Здравствуйте! Мы с вами вновь встречаемся в студии Имперского радио, которая уже становится где-то и телевизионной студией. С вами сегодня руководитель партии Возрождения национально-социальной справедливости в России Константин Климов и секретарь партии Татьяна Иванова. Как правило, приходящие в партию люди задают вопрос, а какая у вас программа? От чего вы хотите? Вопрос важный, но людям, которые давно в политике и специалистам, которые изучают деятельности различных партий, хорошо известно, что программы партий, которые светятся на телеэкранах, которые давно сидят и в нашем парламенте, в том числе и во всем мире давно пришли к власти, программы – это для внешней какой-то работы, для того, чтобы что-то показывать. А от программы отходят очень быстро, и существуют внутрипартийные законы, внутрипартийные какие-то правила, которые далеко уходят от настоящей программы, которые служат для внешнего пользования. Так вот, нужна программа или не нужна? Кому верить, а кому не верить? Ведь именно так и получается. Говорят одно, а делают другое. Вот каким образом выбрать ту или иную партию? Вот нам приходилось отвечать на вопрос на съезде, что программы, в программе должны быть обязательно пункты, вот к такому-то числу добиться того-то, потом сделать обязательно добиться этого, другого, третьего числа, даты. И настолько странно вот это звучит в наше время, поскольку ситуация так быстро меняется, и так быстро наступают перемены, на которые порой надо реагировать моментально, или наоборот, надо посмотреть, что будет дальше и к чему они приведут. Что никакая программа это учесть не может, вот так, как хотят ее увидеть, с датами, со сроками, когда и чего достичь. Мы пошли немного иным путем, и наша программа – это, скорее всего, ну, очень такая емкая, емкий, вернее, не большой документ, а концентрация наших взглядов, позиций, ну, я бы сказала, такого нашего мировоззрения. И вот, исходя из этого, и строится наша деятельность. То есть вот то, что нам позволительно, то, что мы для себя признаем обязательным, то, что нам нужно, и как только позволяет возможность, мы этим занимаемся, это делаем, это реализуем. Ну, вот такой, может быть, затянувшийся подход, но давайте послушаем руководителя партии. Еще что следует отметить, вот, то, что касается нашей программы. Мы сегодня программу не будем обсуждать, мы начнем обсуждать наше мировоззрение, что такое национально-социальная справедливость, с этого начнем. Вот, но прежде всего, все равно уж скажем о программе, поскольку о ней заговорили. Вот у нас программа, она действительно правильная программа, в отличие от всех партий, которые сейчас существуют у нас на политическом таком поле в Российской Федерации. Вот партия, ну, программа партии, это что? Цель и средство ее достижения. Ну, если смотреть по классике, по определению, что есть программа. Цель и средство ее достижения. У нас в программе написано как цель, так и средство ее достижения. И они написаны такими крупными мазками, которые действительно нужны для программы партии политической, когда они хотят обдурить, много там чего понаписать, завлечь. Вот, а действительно, вот, такая какая программа была у тех политических партий, которые действительно приходили к власти тем или иным путем. Вот, и которые достигали, ну, цели преобразования общества. То значит, правильная программа партии. Вот, все программы всех партий, которые сейчас существуют, они неправильные. Неправильные в том плане, что сейчас партии, это партии, которые выполняют функцию политического декора. Это не партии. Вот, в нормальном понимании этого слова. С точки зрения закона, да, не партии, как бы, они удовлетворяют определенным свойствам. Но в плане политической такой вот и исторической науки, это отнюдь никакие не партии. Но начнем мы все-таки вот сейчас действительно с идеологии. Программа у нас есть, и поэтому наша партия получила руководство к действию. Получила программу, которую мы раз и навсегда будем выполнять. У нас разорвался, таким образом, со всеми прежними устаревшими представлениями, как бы такой вот пуповинах. Мы действительно партия нового типа, которая ставит крест на всех прежних и устаревших целях и представлениях о том, что такое политическая партия. С нашей партии на сцену выступила новая политическая сила, которая объявляет решительную борьбу всему старому гнилью трусливого мира, олигархического, который существует, и всем оттенкам пьяных от победы марксистских организаций. Наша страна катилась в пропасть. Удержать ее от окончательного падения в последнюю минуту и призвана наша партия. Для нас ясно, что только наше новое движение в этом случае может достигнуть достаточной силы и выиграть бой. Это может случиться, если наша партия с первых же дней своего существования вызовет в сердцах своих сторонников горячее убеждение, что для нас дело идет не о модном избирательном лозунге для ловли голосов, а о новом действительно великом мировоззрении. В самом деле, давайте вспомним, как мы стерили до сих пор так называемые партийные программы, как их перелицовывали, перекрашивали и прочее. Достаточно только вспомнить, какими мотивами обыкновенно руководствовались всевозможные программные комиссии наших партий, которые мы видим на политической сцене. Как они садятся за свое рукоделие, вызывают академиков, каких-то авторитетных, как они называют, деятелей, типа Гайдаров, всяких Кудриных и прочих. Как они принимают изменения в своих программах. Обязательно академик, вот я сегодня по телевизору увидел, что Глазьева называют академиком Российской Академии Наук. Ну это же общественная, по-моему, Российская Академия Наук. Российская Академия Наук, это человек, который может выдвигать на госпремию, которые в свое время называли бессмертными. То есть человек, который что-то действительно сделал для страны. То, что не вызывает ни у кого сомнений. И вот они пишут программы, ну что они могут написать? Каким мотивом они руководствуются? Они руководствуются тем мотивом, как бы побольше набрать голосов на предстоящих новых выборах. Как только эти парламентские фокусники учуют, что любимый народ опять склонен бунтовать и не хочет вести дальше старую повозку, они сейчас же пытаются перепрячь лошадей. Какие-то новые партии, там какие-то «Наш дом Россия» был, «Наш дом Израиль» там и прочее. На сцену выступают вот эти все старые звездочеты и партийные астрологи. Главным образом из числа так называемых опытных и видавших виды старых парламентариев с богатым политическим опытом. Им уже не раз случалось наблюдать, как ума слопалось терпение. И как вожди всегда находили новый выход. На сцену появляется старое испытанное средство, образуют комиссию. Затем начинают разнюхивать во всех направлениях, что же именно не нравится народу и чего больше. Чтобы напомнить историю, как перед последними парламентскими выборами все партии, идущие на эти выборы, заявляли о необходимости признать русский народ государствообразующим. И этот разговор причем начала именно «Единая Россия». Из ее рядов чеченец заявил о том, что Чеченская Республика как бы поддерживает это, и что она понимает чаяния русского народа, и это будет здорово и хорошо. И что законопроект уже готов и будет выдвинут. И потом все партии до одной. Одни говорили, что надо это в Конституцию внести. Кто-то говорил, что это, по-моему, коммунисты, что это должен быть отдельный закон. Но каждая идущая партия говорила о необходимости вот такого мероприятия. ЛДПР особенно отличилось. Вот Жириновский и его люди очень много об этом говорили. Ну и что, вот сколько лет они сидят, избранные, и больше мы эту тему не слышим. Она больше не обсуждается в стенах Думы. Они все забыли о своих обещаниях. Да, конечно. Русскому народу они обещают то, что они сделают его государство образующим, и не делают. Но, наконец-то, мы добились того, что они хотя бы подняли этот вопрос. Крестьянину они обещают защиту сельского хозяйства, промышленнику покровительства предметом его производства, потребителю защиту его потребительских интересов. Учителям они обещают повысить жалование, чиновникам пенсию, вдовам и сиротам полное обеспечение. Заодно они не скупятся на обещание улучшить пути сообщения, понизить тарифные пошлины, снизить налоги, если не уничтожить их совершенно. Ну, вот иной раз случается, что в ППХ они забыли о каком-то сословии, об инвалидах, о чернобыльцах или каком-то требовании популярном, который становится в данный момент. И они в последнюю минуту наскоро приделывают к программе еще одно-две необходимых требования, пока, наконец, опытные господа не придут к выводу, что теперь у них в программе написано абсолютно все. Все, чего требуется для успокоения, успокоения народа. Так вот, у нас этого нет. Затем проходят выборы, и господа парламентарии теперь целых пять лет или больше теперь уже не думают больше устраивать народные собрания. Господа законодатели рады, что теперь они избавились от надоевшей возни с народом и могут теперь получать свою высокую зарплату, отдыхать в Ниццах и прочих своих любимых отдыхах. Там в Швейцарии возить туда девушек голых в полном составе, я не знаю, вагонами, что ли, да, там возят. И они спокойно начинают как бы вести свою сытую жизнь и ни о чем не беспокоятся о народе совершенно никак. Каждое утро этот высокий народный представитель отправляется в высокую палату. Иногда они туда и не отправляются, отправляются сразу по девочкам, да. За них голосуют их помощники, вот они уже знают, что за голосовать. Или коллеги, помните вот эти вот телевизионные картинки, когда один депутат бегает по целому ряду и быстро-быстро нажимает на эти кнопочки за отсутствующих коллег своих. То есть сколько раз по этому поводу бывали скандалы, говорили о дисциплине, о необходимости учитывать явку, еще что-то, но так все и остается. А вот помните, когда была ситуация, что чуть не распустили парламент, это вот перед Ельцином как бы уходом, да, то есть вот Примакова выбирали, что они все-таки договорились и выбрали Примакова, чтобы не допустить распуска парламента. То есть вот и сразу они закрутились. Кстати говоря, как они очень не любят освобождать квартиры служебные, которые здесь получили. Ну я помню историю, по-моему это 87-й год был, в Госдуме проголосовали за импичмент Ельцина. Он был неожиданно вброшен представителем коммунистов Виктором Илюхиным, и как-то вдруг раз и все проголосовали. И не получилось, что Ельцина отправили с 10 минут новое голосование, и результат совершенно другой. Коммунисты вдруг те, которые голосовали за отставку Ельцина, не голосуют. То есть им уже стыдно проголосовать там за то, чтобы его оставить против отставки. Они просто не участвовали в голосовании. Ну и получился результат, что Ельцин остается. То есть им было не стыдно вообще перед страной, перед народом. Это же на глазах у всех там полные залы журналистов были. И в общем вот такая ситуация была. То есть мгновенно со своими принципами расстались. Как не ограничены, как не тупые они. Они знают свое дело твердо. И их кукловоды знают, за что им платят деньги. За что их посадили туда. Да. Посадили не в тюрьму, куда может быть следовало бы. Да, посадили. И они отрабатывают свою зарплату. Принимают нужные законы. Да, ну и там, конечно, вот сейчас мы видим, как коммунисты, которые как бы притворяются, что они тоже, значит, они учения марксизма точно следуют, что они, значит, будут за интересы народа выступать. Они, на самом деле, получают все те же самые деньги. Единственное, по-моему, вот был депутат, как же его, он, к сожалению, умер. Шандыбин? Шандыбин, да. Он свою зарплату там отдавал, действительно, людям там. А так все они одинаковые. Что, по-моему, Ельцин, он жил на одной лестничной площадке Зюганова, но они были. Ну, как они будут друг против друга выступать, когда у них семьи, то есть жены дружат. И они, в общем-то, ничего. В общем-то, тут, получается, вот такие вот своеобразные буржуазные парламенты, вот, они составляют большинство, там, буржуазные, не буржуазные, там, коммунистические. Они все забавляются вот этой вот погремушкой демократии. Реальную власть захватили вот эти вот олигархические структуры, которые опираются на банды уличных громил, дезертиров, на кучки жидо-майдаунских литераторов и партийных дельцов. Еще артистов. Артистов, да, ну вот они все вот нежидо-майдауны, просто. Вот этот парламентский такой вот колпак, как вот Дума, она не Дума, а Рада, по-моему, в Киеве, да, то есть вот вроде бы люди все собрались, которые были, что при Турчинове, что при Кучме, вот. Они все ведь все те же самые люди. И при Януковиче они были. И при Януковиче они были. Причем коммунизм идет рука об руку с вот этой вот олигархической демократией, вот и ему всеми правдами и неправдами удается добиваться фактической поддержки таких вот кругов жидо-майдаунской интеллигенции. Причем он, они вот как бы говорят, что они хотят уничтожить всех врагов народа. Как бы это получается, не так. Константин, ну вот приемы и деятельность у них ведь та же самая. Тут может быть еще раз вспомнить, как Зюганов своего внука, да, кого он посадил? Он внука посадил на депутата Мосгордумы. То есть все отказались выставлять кандидатуры. Другие парламентские партии и силы. То есть они все связаны, они понимают интересы других. Они коллеги, они никакие ни оппоненты, ни противники. Они все делают практически как бы одно дело. Обманывают народ. Знаете, в книге Надежды Гарифулиной, простите, я вас перебила, книга Надежды Гарифулиной, сейчас забыла, название, антизюгинг, по-моему, антизюгинг, описывается о том, как во время избирательных кампаний, очень таких важных и серьезных, представители коммунистов бесконечно бегали в Кремль, даже фамилия называлась там, Зоркальцев, и советовались с помощниками Ельцина, как вот избирательную кампанию провести, договаривались о голосах, о количестве. В результате отказ Зюганова был от победы на президентских выборах. Тоже помню, все, кто те выборы прошел, это, по-моему, 96-й год, ждали такого реванша, что вот Зюганов победит, и он победил, но не дождавшись там победы, точнее официальной публикации голосов, поздравил с победой Ельцина и уехал отдыхать. В Сочи, то есть вот оно, они завязаны, причем все это написано, все это уже предано гласности, вот странно только почему. Народ все равно как бы еще мечтает о каких-то коммунистах, может быть, вновь прозревшие эти люди, а может быть, вот просто действительно не видят партию с мощным, хорошим, с таким, с настоящим мировоззрением, с настоящей программой, не просто вот мелочь какая-то там, деталей, и угодить сиюминутным каким-то потребностям, а вот мощная такая программа, мощное мировоззрение на перспективу, где человек бы почувствовал себя вот настоящим свободным человеком и видел свое место и возможность для развития, и то, что он будет защищен по-настоящему. Вот тут получается, что именно по этим фактам и получаются результаты. Партии, которые вот сейчас существуют, они не могут иметь никакой притягательной силы для широких масс. Вот народная масса, она всей душой будет лишь теми, в ком она видит носителей больших идей. Кому она может верить, безусловно. В ком она видит людей до конца с фанатизмом, борющихся за свои идеи, за идеалы народа, за народные интересы. У нас противник вооружен с ног до головы. Что бы там ни говорили, но у него есть мировоззрение, пусть оно преступное. Противник, он действительно знает, что хочет и готов идти до конца. Чтобы победить такого противника, мы должны иметь свой высокий идеал. Мы должны с развернутыми знаменами идти в наступательный, беспощадный бой, отбросив раз и навсегда тактику расслабленной обороны. Если нашему движению приходится выслушивать из уст так называемых специалистов, что мы работаем для переворота, что мы тупицы, что мы мелкотравчатые, что мы еще не знаем о какие, мы отвечаем, да, милостивые государы, мы стараемся наверстать то, что потеряно в результате вашей преступной глупости. Своим торгашеством вот эти деятели, лжедеятели помогли ввергнуть нашу нацию, наш народ в пропасть. Мы же поможем, наша партия, поможет выбраться из этой пропасти. Мы сделаем для него ступеньки, по которым он взберется вверх и войдет, наконец, в подлинный храм свободы, в общество национальной и социальной справедливости. Именно для этого мы выковали новое мировоззрение, именно для этого мы проводим тактику наступления. В силу всего этого мы в период вот этот вот начальный нашего существования, нашего движения должны особенно тщательно заботиться о том... Далеко? Нет, чтобы весь мир увидел нас, фалангу подлинных бойцов за новое мировоззрение, а не шаблонный парламентский клуб, преследующий какие-то сиюминутные свои личные интересы. Первой же предохранительной мерой, выставленной нами для такой программы, которая уже одним своим величием цели отпугивает от нас все мелкие умы всех слабеньких партийных политиков современности. Насколько правильно действуем мы, вот когда выставили такую программу, такой грандиозный размах и такую резкую формулировку, это все лучше всего доказывают те роковые ошибки, которые делают другие партии, которые приводят в конце концов нашу страну к катастрофе. Тяжелые уроки прошедших лет неизбежно должны привести к возникновению нового учения о государстве, а это учение, в свою очередь, должно стать составной частью нового мировоззрения. Вот это, наверное, нам необходимо учитывать. И, в общем-то, нам нужно с этим выступать. И что же такое национально-социальная справедливость, мы будем об этом разговаривать и о нашей программе тоже. Нам многие говорят о том, что нам нужно объединяться. Вот. Многие говорят о том, что нужно много создавать объединения, выставляют то, что основой партийной идеологии должна стать религиозность. Понимаете, если бы перед нами была только религия без ясных и точных очертаний, то общая малооформленная религиозность, именно ввиду ее малооформленности, совершенно бесполезна для человека. Но она действительно нужна, религия. Но это не политика. Понимаете, в чем дело? Политическая партия, мы, если говорим именно о политической партии, это не религиозная организация. Мы не строим церковь, мы не строим церковь как организацию, конечно. Мы строим политическую партию. Мы говорим о том, что у нас идеология, это идеология мировоззрения политическая. Вот ни одно мировоззрение, будь оно даже тысячу раз правильно и полезно, для человечества не приобретает практического значения до тех пор, пока принципы его не станут практическим знаменем боевого движения. А это движение, в свою очередь, станет партией. И оно станет партией и приведет к полной победе идей и содержания программы. Они должны окрасить собой общественную жизнь нового государства. Для того, чтобы миросозерцание действительно послужило фундаментом нового общественного развития, нужно прежде всего создать полную ясность относительно характера, целей и основных черт этого миросозерцания. Первое условие успеха движения, основыва на определенном миросозерцании, заключается в том, чтобы ему действительно удалось установить ясность и единство идей. От общих представлений мы должны идти к определенной политической программе. Из общего миросозерцания мы должны суметь вывести определенное политическое верование. При этом, конечно, мы должны будем уделить должное внимание не только самой нашей конечной цели, но и тем конкретным средствам борьбы, при помощи которых мы хотим привести наше дело к победе. Сумма правильных, абстрактных представлений, выдвигаемых творцом программы, нуждается еще и в сочетании с суммой практических мер, выдвигаемых политиком. Нашей путеводной звездой должен быть вечный идеал человечества. Однако при этом мы не должны забывать и о слабостях человеческих. Ибо, не учтя их, мы, к сожалению, не сможем с самого начала оберечь наше движение от того, чтобы прийти к успеху. В нашем мире недостаточно еще исследовать и установить еще и усилия великих знатоков народной психологии. И лишь тогда мы выйдем из области вечно истинного и идеального и сумеем достигнуть для смертных людей того, что человечески возможно в нашем практическом мире. Пусть само по себе мировоззрение будет абсолютно правдиво и идеально. Тем не менее, его еще надо перевести на язык практической политики. И только тогда, когда мы придадим движению строгие очертания, единую волю к борьбе, только тогда мы можем рассчитывать на победу общей идеи, заложенной в нашем миросозерцании. Предчувствовать или даже осознавать правоту нашей основной идеи могут уже быть может и даже целые миллионы людей. И тем не менее, необходимо, чтобы сначала выступил один человек и изловежил учение с неопровержимой силой. Только тогда окончательно укрепятся в своей вере миллионы. Только тогда перед ними будет не бесформенная идея, а вечный незыблемый принцип. Только тогда создастся железный утес единой несокрушимой веры. Только тогда создастся единая воля миллионов, которая сокрушит все препятствия. Право на такую работу вообще заложено в ее общей необходимости. Право именно данного конкретного лица на такую работу заложено в его практическом успехе. Если мы попробуем сделать дело, мы придем к следующему. Современный ходячий взгляд на роль государства заключается в том, что государство ничего общего не имеет с расовыми предпосылками. за государством признается определенная творческая и культурная сила, но в нем больше всего видят продукт определенных хозяйственных необходимостей, в лучшем случае естественный результат стремлений определенного человеческого когномерата к расширению своей политической власти. Такой взгляд в своем логическом развитии ведет не только к отрицанию национального фактора, но и к недооценке роли личности, ибо отрицание роли различных наций в деле развития культуры неизбежно приводит к тому, что мы перестаем понимать и роль личности в этой области. Одна большая ошибка ведет за собой другую. Если мы перестаем видеть различия между нациями и народами, то это приводит в дальнейшем к игнорированию различий между отдельными народами а затем логически и к игнорированию различий существующих между отдельными людьми. Детище еврея Карла Маркса учения марксизма есть в сущности не что иное, как превращение в определенный политический символ веры этих давно уже существующих и широко распространенных превратных представлений. Изумительный политический успех коммунистического учения был бы совершенно невозможен, если бы в основе марксизма не лежала эта издавна распространенная у нас извращенная идея. Отрава эта давно носится в воздухе, ее разлагающему влиянию подверглись миллионы. Не хватало только одного, которая оформила бы эту извращенную идею. И этот человек нашелся. Это был Карл Маркс. Он пророчески угадал, какую разрушительную силу может представить собой этот яд. С искусством чернокнижника он создал концентрированное учение, направленное на возможно более быстрое уничтожение независимости всех свободных наций на этой земле. И все свое ядовитое учение он поставил на службу своей собственной нации. Марксистское учение таким образом является только концентрированным идейным экстрактом, ставших ныне ходячими представлениями и убеждениями. Уже по одному этому вся борьба нашего так называемого демократического мира против коммунизма просто смешна и бесцельна по той простой причине, что наш демократический в кавычках мир по существу дела и сам насквозь отравлен теми же самыми ядами. Миросозерцания нашей Бурзуазии отличается от мировоззрения марксистов только в степенях эллиц. Буржуазный мир подвергнен марксизму. Вся разница в том, что олигархия верит в возможность господства одних групп людей, в то время как коммунизм стремится к тому, чтобы отдать всю власть в руки другой группы одной нации сионистов. В противовес всему это народническое мировоззрение главную роль признает за нации. Народничество принципиально видит в государстве только средства к цели. Самую же цель видит в сохранении национальных основ человечества. Народничество таким образом ни в коем случае не верит в равенство наций и народов. Оно знает, что нации и народов различны между собой. Они делятся на разные. Что наша задача помогать победе одной и другой. Каждая имеет свои плюсы и свои минусы. И каждая должна занимать свое место. Ну, как на скотном дворе. Есть собаки, есть кошки, есть коровы, есть овцы. И говорит, что они равны между собой. Ну, это глупость. Поэтому нужно различать, что они действительно разные. И что каждый есть свое место. И каждый должен занимать именно свое место. Ну, вот, признается, что имеется не только разная ценность наций, но и различная ценность отдельных людей. Из понятия массы нужно вышелушить понятие личности. И тем самым можно сделать, можно понять организующее значение, дезорганизующие роли марксизма. Оно верит в необходимость идеализации человечества, ибо в ней оно видит предпосылку всего нашего существования. Но оно откажет в праве на существование и любой этической идеи, если только это последнее представляет собой какую-либо угрозу национальной жизни, носительницы самой высшей этики. Посмотрите, все человечество, понятия о прекрасном и возвышенном, все человеческие представления об идеальном будущем были бы навсегда потеряны. Представьте себе, что такое возможно. Вся человеческая культура и цивилизация на нашей земле неразрывно связана с существованием наций и народностей. Если бы наша нация, наш народ постепенно вымерли или сразу погибли, то это означало бы, что весь земной шар был бы вновь обречен на полное бескультурие. Вот есть люди и прослойки, которые действительно являются носителем культурного слоя земли, точно так же, как есть биологические или биосферы земли. Самым большим преступлением на нашей земле в глазах народного мира созерцания является деятельность, направленная против человеческой культуры путем уничтожения носителей этой культуры. Кто поднимает руку на высшее воплощение подобия Божия на этой земле, тот восстает на, по сути дела, творца всех чудес на земле, тот тем самым содействует изгнанию нашему из рая. Это означает, что миросозерцание народное идет рука об руку с действительным велением природы. Оно помогает восстановлению свободной игры сил, которая одна только и ведет к высшему совершенству и одна только способна содействовать победе лучшей нации, лучшей культуры, которая должна владеть всей землей. Все мы предчувствуем, что в отдаленном будущем перед человечеством возникнут проблемы, которые будут по плечу лишь обществу, государству, народа, которые живут в гармонии с природой. И только этот народ сможет, опираясь на все средства и возможности всего земного шара, разрешить проблемы, которые встают перед человечеством в целом. Само собой разумеется, что это самое общее изложение принципов народного мира созерцания, оно подается тысяче различных толкований. И действительно, среди наших политических новообразований мы с трудом найдем хотя бы одну группу, которая так или иначе не присваила себе часть таких общих основ подобного мира созерцания. Но это показывает, что пока дело идет только об общих основах этого мира созерцания, никакого подлинного единства не устанавливается. Один лагерь действует организованно и во главе его стоит единое централизованное государство, другое идет в разбивку и в разброд отдельные неорганизованные партии, которые ничем не связаны. Столь слабому оружию никогда не суждена будет победа. Только в том случае, если мы противопоставим уже организованному интернационалистскому коммунистическому миросозерцанию или олигархическому интернационалистскому тоже миросозерцанию организованную силу, которая руководствуется нашими взглядами, только тогда при одинаковом напряжении энергии успех будет на нашей стороне. Дать организованное выражение определенным идеям можно только на основе совершенно точной и ясной формулировки этих идей. Ту роль, которую должны играть догматы церкви для новой политической партии должны играть партийные принципы. Вот почему мы и говорим, что миросозерцание должно выковать себе оружие, которое дало бы ему возможность драться за свое дело с таким же успехом, как это делают другие политические партии, которые были в истории, в борьбе. И эту задачу берет на себя наша партия возрождения национально-социальной справедливости в России. Победа общих основ народнического мировоззрения обесвечивается только созданием вполне определенной партийной организации. Это лучше всего доказывается одним фактом, который по крайней мере косвенно признается и противником создания специальной партийной организации. Эти последние не устают кричать о том, что общее народное мировоззрение не должно являться вотчиной одного лица или одной партии, поскольку живет в сердцах миллионов и миллионов людей. Но спрашивается, если это так, если нашим идеям сочувствуют миллионы, то почему же эти миллионы не смогли помешать победе враждебного нам миросозерцания? Почему они не могут противодействовать геноциду русского народа? Ответить на этот вопрос придется только потому, что противник то наш не распылен, а имеет организацию, построенную классически образцово, централизованно, со строгой дисциплиной. Если бы не в этом заключалось преимущество противника, то наш русский народ должен был бы уже давно одержать гигантскую победу, а между тем на деле он практически строит на краю пропасти. Что дало победу коммунистическому мировоззрению? Что дает победы нашим врагам? Это строго организованная политическая партия, построенная по военному принципу с жесткой дисциплиной. Что приносило до сих пор поражение за поражением противоположному миросозерцанию, русскому миру? Это то, что мы до сих пор не имели единой и хорошо организованной партии, которая отражает интересы русского народа. Партию возрождения национально-социальной справедливости в нашей стране. С успехом бороться и победить наше миросозерцание может не тогда, когда оно представится всякому и каждому толковать наши взгляды как заблагорассудится, а лишь тогда, когда взгляды наши получат строго отчерченные истолкования и когда мы создадим себе крепкую, строгую политическую организацию с жесткой дисциплиной. Вот почему свою собственную задачу я видел в том, чтобы из всего многообразия идей, составляющих наше мировоззрение, выбрать главные и центральные идеи и придать им более или менее законченную форму догматов, вокруг которых и только можно объединять большие массы людей. Другими словами, из всей сокровищницы идей народного миросозерцания партия возрождения национально-социальной справедливости выбирает наиболее существенные, учитывая все особенности нашей эпохи, все практические потребности дня, все слабые и сильные стороны нашего народа, с которым приходится иметь дело. Партия вырабатывает определенный символ веры и на основе этой программы мы строим строго централизованную организацию, которая только и одна и сможет принести победу нашим народу. Вот такое, наверное, что хотелось сказать по программе и по мировоззрению. Наверное, это очень важно, поскольку действительно приходится сталкиваться с многочисленными предложениями, с кем-то объединиться и вопросами, о чем вы лучше, а почему лучше. Можно, наверное, возразить или спросить, ну да, вы, может быть, там что-то написали, что-то сказали хорошее, но многие говорят и многие пишут. Вот это очень важный вопрос, положение даже, я бы сказала, чтобы написанное слово, продекларированное, не расходилось с поступками и с делами. Действительно, много программ, много слов, много обещаний. Вначале рассказали, как эти программы создаются и делаются. Так вот, здесь, в нашей программе, нашей партии, каждая строка это жизнь, это вот часть жизни нашего общества. То, что должно быть гарантированно защищено и дается оценка. То есть оценка, как можно судить, идем мы к успеху или не идем, или идем к поражению. дается самые необходимые такие узловые проблемы, которые контролирует партия, называет их главными, которые действительно определяют жизнь нашего народа. Без них, вот не выполнив эти какие-то положения, мы не получим результат, к которому стремимся. Тут вся программа завязана, и каждый пункт выходит один из другого обязательным. И это все проверяется по делам, естественно. Потому что делает партия, какие шаги предпринимает, какие усилия предпринимает, и насколько слово не расходится с делом. Это очень важно, чтобы вот сейчас, когда как обычно складываются новые партии появились, когда закон чуть упростился о партиях, появилось много других партий, о которых люди не знают, даже не слышат, люди идут, рвутся в политику с какими-то предложениями, с какими-то лозунгами, но эти лозунги и обещания совершенно не совпадают с делами. Вот вы уже сегодня вспоминали партию, то «Наш дом России», там менялись как эти названия у партии власти, то это «Отчизна», то это еще какая-то партия. Вот, и политики даже того же Владимира Рыжкова, если вспомнить, то он в друзьях у Черномырдина, вот наш дом «Россия», то он крайности, то партия власти, то радикальный оппозиционер, и каждый раз... Деньги платят там... Да, лишь бы остаться как бы у власти, наверху, ничем не заниматься, а только вот учить народ, как жить. То есть человек без принципов абсолютно... Принципы у него, вернее, где больше платят, это точно, таких у нас очень много. Вот, поэтому... Нам это не подойдет. Нам не подойдет, и я помню, вы как-то рассказали, мы еще посмотрим, кого брать в партию, а кого нет. То есть опять человек, идущий в партию, должен знать, что вот тут нужно служение. Тут нужна не демагогия, не просто количество. Здесь нужно служение, и вот разделять взгляды и убеждения. То есть ни шагу назад, ни шагу в сторону, нет этих вот игр, чтобы с одной партией, с другой, с третьей, а вот тут что-то, вот давайте с этими вместе. У нас есть цель, у нас вот эти цели обозначены в программе, и мы идем к этим целям. Если кто-то готов принять их и встать с нами вот в один ряд, в один строй, да, пожалуйста. Но вот договоренности, там, перед выборами, давайте объединим усилия, давайте, а потом вот мы будем там что-то делать, так не годится, то есть уже, наверное... Это как все равно подписывать договор с дьяволом, кровью, да, можно подписать договор, отдать душу, и зачем вы все это делаете, получается. Как брестский мир, да, плоды которого мы пожинаем до сих пор. вот. Наверное, будем дозировать вот как бы беседы так эти частями, вот. Будем это все по пунктам, сегодня мы как бы сказали о том, что вот действительно партия, она нужна, потому что это как бы боевой отряд, который, ну, необходимо, чтобы он реализовывал конкретное вот мировоззрение, и все хорошо, мировоззрение, оно было и есть, но нужна партия как организация, вот, но это можно сравнить с тем, что у церкви, у религии есть церковь, то есть вот церковь это организация, там, вот как христианство, да, там, христианская церковь, да, там, православная церковь, там, католическая церковь, а все это, в общем-то, одно и то же, ну, новый завет, да, то есть у них отличаются, старая вера тоже своя, как бы, церковь, вот, и всегда она реализуется мировоззрение через конкретную организацию, которая существует на земле, и вот реализует положение этой идеологии, вот, поэтому, оно необходимо, и мы вот, как бы, это пытались сегодня и пояснить, дальше мы будем разбирать следующие вопросы, потому что у нас, как бы, планируется съезд, и мы неформально подходим к организации съезда, нам действительно важно, чтобы не только число людей соблюдалось, и, но это действительно были те люди, которые являются членами партии, и что мы неформально подходим к организации съезда, если посмотреть, наши съезды, они тоже отличаются от съездов тех партий, которые вот много существует, да и партий политических, парламентских, то есть у нас реально мы рассматриваем программу до съезда, обсуждаем ее, когда уже выставили, мы уже занимаемся разъяснением ее положения среди новых сторонников, вот, это мы займемся, потому что много положений, которые вот характеризуют идеологию, что такое национально-социальная справедливость, вот, и будем рассматривать эти встречи, у нас будут регулярно проходить, потому что число у нас сторонников партии возрастает, и вот такой формат, который позволяет делать имперское радио, беседы, разъяснения с людьми, он будет вот как раз в рамках подготовки съезда и в рамках агитации пропаганды партийной программы, которые должны разъяснять всем членам и сторонникам нашей партии. Я сейчас, извините, заулыбалась, просто вспомнила, как сама, когда читала эту программу, и сразу появились там мысли, вот здесь надо изменить, здесь надо подкорректировать, здесь уточнить, а потом наблюдала, как каждый приходящий новый человек в партию, беря в руки программу, начиная читать, тоже говорила, вот здесь надо, вот тут, вот здесь надо что-то изменить, здесь другое слово писать, и уже понимаешь, сколько людей, и сколько, вот, и желания, и там, свой жизненный опыт, и желание что-то улучшить, изменить, сделать, вот внести что-то свое, то лучше действительно иногда враг хорошего, и пора остановиться, и вот она уже настолько выверена, столько уже, вот внесено каких-то изменений, дополнений, потому что много людей приходивших, вот пыталось что-то, и действительно там и менялось, и корректировалось, ну в общем, уже вот она, из которой, наверное, слово не вычеркнешь, да в принципе, наверное, уже и не надо, и так все понятно, уже пора просто идти вперед, и воплощать ее в жизни. Ну вот, на этом, наверное, мы сегодня закончим, напомню, что сегодня в студии имперского радио с вами были руководитель партии возрождения национально-социальной справедливости в России Константин Климов и секретарь партии Татьяна Иванова. До новых встреч!